Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Сегодня мы с вами будем обозревать вчерашний поход в Ашан. В общем, что я хочу сказать. Лёлька сказала, что сегодня роликов не будет, но она обещала обязательно выйти в стрим, обещала, говорила, что я буду обязательно. Думаю, что точно будет. Лёльке бы я посоветовала выйти со словами, ага, не ждали, а я приперлась. Хотя, о чем я говорю, конечно же, ждали, конечно же, я уверена. Хомяки сидят и ждут вот этой, знаете, команды на старт, внимание, марш, поехали, как говорится, кто ловчее, кто быстрее, раскроет свои кошельки, свои вот эти вот карточки и начнет кидать Лёльке благополучно деньги. Ну да, как говорится, в общем, там, знаете, дуракам закон не писан, ну да ладно. В общем, вот это вот троица Туровских, ну или троица Дуровских пошли в Ашан. В составе, конечно же, Лёльки, Шурика, куда без него теперь, ну и вот эта вот кормящая медалистка, старшая дочка, вот дочка именно Лёльки. Женя, да, идут. Две дочи, вернее, доча с мамой гогочит, Шурик бегом бежит, бежит бегом за тортиком, обещанным тортиком, который ему уже обещали на протяжении нескольких дней. Ну а Лёлька с Женей идут, смеются и говорят о том, что да-да, мы же, говорит, такие, мы же, говорит, снимаем не из-за денег. И тут же начинают смеяться. Ну оно и видно. Понятное дело, Лёлька, вон, которая раньше стримила раз в день вечером, теперь выходит на стрим не только вечером, но и днем, слезами заливается и кричит, донатьте мне, донатьте, да-да-да. В общем, как-то так, друзья мои. Ну а далее, далее идут они, значит, пошли в Ашан, и Лёлька решила зайти как раз-таки в Элитуаль. И мне становится смешно по одной простой причине, потому что в этом зеленом пуховике я только Лёльку наблюдала в сарае с коровами, с больными, между прочим, коровами, и тут, пожалуйста, на тебе, как говорится, она в этом пуховике, прется прямо в Элитуаль. Да, себе я решила прихватить красную помаду. И говорит Шурику, ну тебе же нравится, ты же любишь такой цвет. Лёль, ну одно дело, такой цвет на пухлые губы, на красивые губы, другое дело, когда у тебя губы нитки, в любом случае нужен контур для губ. Ну как ни крути. В общем, накрасила Лёля, ни то ни сё, сказала, да, какой-то бабушкин цвет. В общем, я не знаю, почему она так сказала, на самом деле ей просто действительно не идет. Ну да ладно, далее, друзья мои, пришли они, а как раз-таки в Ашан начали там ходить, смотреть, что им нужно и так далее, зашли в отдел с этими банными принадлежностями. Ну и Лёля говорит, ой, а скоро мы как раз-таки пойдем в баньку туда-сюда. Ну в общем, как я и сказала, что когда Лёля говорила о том, что у нас предстоит поездка, я так понимаю, что сегодня, возможно, они приедут уже из сауны, и Лёлька благополучно усядется на стрим. Как я и сказала днем, что у Лёльки две развлекаловки. Либо джуманджи с детьми, да, либо туда же с детьми и со всеми своими работниками. Это, конечно же, сауна. Да, как-то так. Так, возможно, скорее всего, они решили пойти в сауну. Решила Лёлька и Шурика выгулить в сауне. Видите, даже, кстати, ничего не стесняется. Не знаю, будет ли она показывать сауну. Я думаю, что будет показывать. Потому что она прекрасно знает, что будет сауна. Будут просмотры. Их обязательно все обсудят, все прокомментируют. Но вот видите, ей даже нисколько не стыдно. Ей не стыдно так себя вести. То есть она сидит на стримах, умывается слезами, заливается слезами. Помогите, спасите, не на что лечить коров. Кстати, к этому моменту мы с вами еще подойдем. Но, а когда она выходит куда-то в город, куда-то выезжает или просто снимается в ролике дома, да, то все у нее хорошо, все замечательно. Они улыбаются, они веселятся. Такое ощущение, что проблем у них абсолютно нет никаких. Просто сначала разжалобят народ, соберут деньги, а потом благополучно гуляют, выгуливают вот эти вот все денежки. Далее. Далее Шурик, я так поняла, решил раскодироваться. Люля говорила о том, что Шурик такой весь правильный, весь такой положительный. Не курит, не пьет. Говорит, он как только со мной вообще, говорит, познакомился, тут же через неделю бросил курить. Я ему сказала, Шурик, ни-ни, не вздумай. В общем, да. Ну, мы-то с вами прекрасно понимаем, что Шурик употреблял, употреблял. Причем не очень, даже, мне кажется, мало. Пусть это может быть, знаете, не очень хорошо об этом говорить. Но, с другой стороны, все-таки выглядит Шурик достаточно потрепанным мужчиной. Несмотря на то, что он еще вообще молод. Ему всего-навсего только исполнилось 35 лет. И вот я прихожу к выводу о том, что Шурик нет-нет, да уже хочет раскодироваться. Понимаете? Он прихватил вазу, фужер. А Лелька говорит, это бокал, говорит, для вина. Лель, что ты несешь? Слушай, какой к чертовой матери бокал для вина? Ты представляешь, сколько туда бутылок вина войдет в этот фужер, в этот бокал, да, в этот фужер вернее. И сколько это надо выпить. Но это же вообще ненормально. Лелька вообще перепутала абсолютно все. Ну, а Шурик, видимо, действительно поверил, что, о, надо же, какой фужер, да, мне бы такой, туда бы залить чего-нибудь и так далее. Затем, друзья мои, пробегая между полок, Шурик чуть было не прихватил, он уже схватил вот этот огромный бутыль с виски. Да, но Лелька вот этот вот намек не оценила. Понятное дело, Лелька бы за это платить не стала. У нее уже, да, как бы были все вот эти вот моменты, она уже через это все проходила. И, конечно же, мужик, так скажем, любитель выпить, ей сто лет не нужен, учитывая, тем более, что у нее столько детей. Но, опять же, этот мужик собирается пить не на свои деньги, простите, а, понятное дело, на Лелькины деньги. И вы знаете, кстати, о чем я подумала, когда я увидела, что Шурик схватил вот этот фужер, огроменный, да, вазу фужер, а также, когда он схватил бутылку с виски, причем бутыль вот этот большой, сколько там литров, 5 или 10 литров, я уже не помню. Вот, но не суть важна. Я просто подумала, что, кстати, одним из поводов ухода Шурика от Лельки может случиться именно тот повод, что Лелька ему запрещает пить, запрещает ему все вот эти вот пагубные привычки, пить, курить. Ну, а как-нибудь ему все это надоест, он же уже ей говорит, да, что мне уже надоел шум, гам от твоих детей, их визги, крики. Ему просто как-нибудь захочется в тупую расслабиться. Возможно, может быть такой вариант, и он, конечно же, свалит от Лельки, ну и где-нибудь напьется обязательно. Но на кассе, на кассе, как обычно, Леля стала выпендриваться. Ой, говорит, насколько мы тут закупились, говорит, да, самая большая покупка, мол, за продукты я платила 17 тысяч рублей. Слушайте, ну вот мне смешно, да, а чего бы, в принципе, тебе и не заплатить деньги, вот чего бы тебе не тратить чужие деньги. Как известно, люди надонатили тебе то, что легко пришло, то, как известно, легко и уходит. То есть, люди надонатили, она тут стоит из себя крутую на кассе, разыгрывает и говорит, ой, сколько у нас там получилось. Ну, и кормящая медалистка говорит, что там получилось 14 с лишним тысяч. Она, да-да-да, вот самая большая сумма была 17, мне говорит, ну а что, говорит, бензин катать, говорит, ездить туда-сюда каждый день за продуктами. Вот мне так хотелось ей сказать, ты все равно каждый день куда-то шатаешься, каждый день куда-то ты едешь. В Мичуринск, в Тамбов или еще куда бы то ни было, да, какая тебе разница. Да хоть каждый день езди в магазин. В общем, да, как-то так. Далее, далее, приехали домой, друзья мои, приехали домой, прихватили попугая, о чем мы с вами уже, кстати, говорили, про клетку, про попугая. Понятное дело, что ролику уже несколько дней, но, опять же, это не самое важное. И тут Лелька начинает нам на камеру, нам, завистницам, да-да-да, прям я обзавидовалась. Завидуйте и вы, конечно же. Начала нам демонстрировать, как Шурик выводит Лельку под белые рученьки. То есть, Лелька сидела, да, за рулем. Шурик открывает ей двери и берет ее за ручку и выводит ее из машины. Ну, и Лелька, да-да-да, знаете, такая вот прямо вся деловенная, но он ее под белые рученьки и вывел из машины. Что я хочу сказать Леле? Лель, он тебя должен на руках носить, не за ручку тебя выводить из машины, а на руках носить только за то, что ты его в такое сложное время повесила себе на шею. Он сел, как говорится, ножки свесил ты его и по саунам таскаешь, и ублажаешь, и кормишь его, и поешь, и живет он у тебя, и кредит ты ему закрыла, да, вот эти вот долги у судебных присовов. Поэтому то, что он ее вывел, друзья мои, за ручку, да, дал ей руку и вывел ее из машины, из ее же машины, между прочим, в которую он ехал, да, и покупались продукты, покупались ему подарки, вот эти все попугаи и так далее, и тортики, конечно же, все это делалось за Лелькины деньги. Кто-то скажет, за деньги, ну, зрителей, да, ну, понятное дело, но в любом случае донатят-то они ей, не ему как ни крути. Хотя ему там надонатили тоже как-то 500 рублей. Но, ребят, в общем, сама ситуация действительно смешная. Когда Леля начинает рассказывать о том, что вот у меня сейчас появился такой мужчина, который мне руку подает и выводит меня из машины, мне становится смешно. Вот действительно у каждого свои, как говорится, приоритеты. Вы знаете, для кого-то из женщин важно, чтобы мужчина был мужчиной, чтобы мужчина был крепким плечом, вот просто каменной стеной, да, в любой момент. И, конечно, мужчина должен работать, как ни крути. Но для Лельки мужчина в ее понимании может спокойно сидеть на ее шее, ни черта особо не делать, просто быть альфонсом и тунеядцем, но зато вот так вот подаст ручку и выведет из машины. В общем, как-то так, ребят, честно, действительно смешно. Далее, я вот смотрю, она говорит о том, что вот мы купили этого попугайчика и так далее. И еще мне интересен момент, вы купили попугая, когда-то вы уже покупали Сашу хомяка, у Насти была аллергия. Ты избавлялась от собак, говоря о том, что у Насти аллергия, зачем вы притащили эту птицу? Зачем вы притащили этого попугая, зная, зачем ты как мать его притащила, зная прекрасно, что у тебя у Насти аллергия? Вот неизвестно, да? Была она тогда на хомяка, была она тогда на собак. Так, возможно, она будет сейчас на попугая, да вот кто его знает, как будет. Но, в принципе, Лельке, видите, получается, плевать на ребенка, решила, так скажем, ублажить своего мужика. Далее демонстрирует нам, как она на себя налепила вот эти вот патчи под глаза, ребят, не смыв косметику. Я вот, честно, не поняла прикола, да, она стоит, у нее еще губы накрашены этим тестером, который был в Литуале, да, глаза накрашены, и она для чего-то себе патчи наложила вот на эту грязную кожу, то есть тоже непонятно. Ну, а вообще, вы знаете, далее нам показали коров, туда-сюда, если честно, я вообще сомневаюсь, что у нее действительно как-то серьезно болели коровы, потому что все легко и просто, все прошло очень хорошо, все прошло на ура, то есть ей надонатили несколько дней, все теперь коровы хорошо, все с ними, все, они уже себя хорошо чувствуют, они уже едят, у них уже замечательный аппетит, в общем, как говорится, а был ли мальчик, да, тоже неизвестно. И мне понравился, знаете, один комментарий вот этих вот товарищей, которые ей написывают, комментарий, конечно же, Лёли, для Лёли. Одна пишет женщина, Оля, хоть с вами по магазину побродить, а то мы экономим. Ребят, ну вот действительно, да, они экономят, но при всем при этом они продолжают донатить миллионерши, миллионерша ходит по магазинам, а они смотрят и облизываются, вот честно, у меня, как говорится, вообще нет никаких слов относительно всей этой ситуации, это насколько надо быть зашоренными людьми, чтобы вообще ничего не понимать. Может быть, конечно, эта женщина и не донатит никому, но факт остается фактом, в принципе, о чем мы с вами и говорили, что донатят ей как раз-таки те, кто себе лишнюю, там, допустим, плитку шоколада, лишний банан не в состоянии позволить, но при всем при этом они, конечно, отправляют деньги Лёле, ее семье, деткам на конфетки и так далее. Вообще не думая о том, что человек себе ни в чем абсолютно не отказывает. Захотела, поехала в сауну, захотела, поехала туда, поехала сюда. Ничего, сейчас прибежит на стрим, проплачется, конечно же, ей подадут денежки, завтра побежит еще куда-нибудь. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.